Рыбница стала первым городом, который присоединился к республиканскому движению против рака. Представители организации «Онкологи Приднестровья» отмечают, что у них уже есть опыт сотрудничества с северной столицей. Ведь именно благодаря рыбничанину в республике появился первый информационный портал, информирующий о проблеме рака. Также в городе вслед за Тирасполем и Бендерами открылись социальные кассы. Мы несем огромное ответственность за наших детей, потому что это наше будущее. И мы должны прикладывать все возможные усилия, чтобы детство наших детей было счастливым, беззаботным и здоровым. Эти фотографии непостановочные, отмечают организаторы выставки. На снимках искреннее чувство детей. Несмотря на свой страшный диагноз, мальчишки и девчонки наполнены оптимизмом. Мы хотели показать, что дети остаются детьми, несмотря на свою страшную болезнь. Они остаются детьми до конца. И это нужно ценить, за это нужно бороться и нужно помогать, чтобы эти дети стали обязательно взрослыми. Для семьи Тимохиных это не просто выставка. Среди этих снимков есть и фото их сына Даниила. Мальчишка в свои три с половиной годика пережил то, что может показаться не по силам даже взрослому. 12 курсов химиотерапии и две операции. Сейчас семья каждые полгода возит маленького Даниила на обследование в Москву. Родные надеются, что все самое страшное уже позади. Мы на своем опыте знаем, что озвучивание таких проблем – это, наверное, главное. Потому что люди, не знающие, что с ними рядом живут дети, которые внешне абсолютно здоровы, но страдают такими заболеваниями, они просто не знают, поэтому не могут помочь. Такие выставки дают очень многое и в моральном, и в материальном плане. Рыбница сегодня лидирует по числу онкобольных в Приднестровье. На учете в республике стоят 1500 человек. Среди них четверо детей. Я хочу призвать, что вы были внимательны к себе. Если вы являете у себя опухоль, у своих детей своевременно обращались, повышали свою онкологическую осторожность, боролись с курением, с вредными привычками. Фотовыставка будет длиться две недели. Вместе с этим в городском дворце культуры, а также в двух рыбницких магазинах установлены благотворительные урны. Каждый рыбничанин, внося пожертвования, может стать надеждой на спасение жизни. Все собранные средства направят семьям, чьих детей коснулась эта страшная болезнь. Анастасия Чернесинская, Оксана Круг, Первый Приднестровский.